В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Виртуальной студии Алексей Орлов и Игорь Селенок. Здравия тебе, Игорь! Здравия, Алексей! Здравия, дорогие радиослушатели и зрители! Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 марта 2018 года, вторник, по одному из старинных, 15 дней месяцев пробуждения природы, 7526 лета, понедельник. Мы будем сегодня говорить на тему роли в астрологии. И эта тема, она будет как бы началом сериала, и первая серия будет звучать так – следование ролям и нарушение ролей. А вот что это за роли, которым надо следовать и которые, наверное, не стоит нарушать, судя из названия, нам и поведает Игорь. Пожалуйста, не буду более занимать времени в эфире своим присутствием и предлагаю тебе сразу же начать разбирать эту тему. Благодарю, Алексей! Ещё раз хочу поприветствовать всех, всем здравия и поблагодарить за такую возможность. Мы уже с вами немножечко, самой малость прикоснулись к теме астрологии и к тем принципам и каким-то нюансам даже, которые являются в той или иной степени, но ключевыми в нашей жизни. И хочу начать с такого лозунга, что ли, который будет плавным перетечением как раз-таки в нашу сегодняшнюю тему и обратиться ко всем нашим слушателям и зрителям с идеей того, что вся информация, друзья, которую вы получаете, не обязательно из каких-то моих лекций, а и в том числе из лекций, которые в том числе на Народном славянском радио или из других источников. Так вот, вся информация, которую вы получаете, она остаётся мёртвой информацией до тех пор, пока вы её не принимаете. И это действительно очень важно. Но хочу немножко об мёртвой информации или о применении. Применение, друзья, это не значит, что мы что-то узнали и резко ринулись в бой своих окружающих, близких, родных, учить, наставлять, обращать их внимание, как они неправильно живут и так далее. Речь как раз-таки не об этом, речь о том, что необходимо самим реализовывать на практике своё знание и своим примером показывать, если уж вы как-то хотите донести или что-то хотите донести своим близким или своему окружению, то только своим примером. И уж если вы следуете всему правильно, то, уверяю вас, Вселенная не оставит вас без внимания, и обязательно кто-то из близких начнёт обращать внимание на то, как вы живёте, обязательно начнут интересоваться, задавать вам вопросы. И уж тогда, реализовав ваши Знания, то есть называя это Знанием, вы уже сможете поделиться и передать тот самый потенциал своих реализованных Знаний. Ну и вот таким вот, может быть, даже несколько строгим видением мы переходим в сегодняшнюю тему. И роль в астрологии — это достаточно такая объёмная и глубокая тема, и можно к ней подходить с разных сторон. Но пойдём мы в классическом, уже, наверное, утвердившемся варианте на Народном славянском радио. Пойдём мы по планетам. И первая планета, которую мы рассмотрим, — это Солнышко. И если вы помните из наших расчётов, ну а кто не смотрел предыдущие эфиры, вы можете пересмотреть и изучить эту информацию, тем самым изучить себя более глубоко. И Солнышко или цифра 1, 1 в числе или дате рождения, которая в том числе относится к шатриям. Идея заключается в том, что у каждого из нас в любом случае в жизни есть своя роль. На Востоке говорят «Дхарма». Что такое «Дхарма»? «Дхарма» — это некое качество или некий долг. Но долг — это не значит, что я кому-то что-то должен, потому что я у него взял взаимный долг. Значит, меня наделили этими качествами. И, соответственно, по моим качествам с меня будет спрос. Если же я не реализую эти качества, то, соответственно, Вселенная будет всегда помогать мне пробуждаться. Разумеется, многие люди стремятся к чему-то, скажем так, к светлому или к чему-то более спокойному, к стабильности. И я очень часто слышу от своих клиентов, что хочется стабильной жизни. Но хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что стабильная жизнь, она бывает в двух векторах. Либо это стабильное развитие, либо это стабильная, но, к сожалению, деградация. Даже если человек работает на работе со стабильной зарплатой, банальный расчёт экономический говорит о том, что его зарплата с каждым месяцем всё меньше и меньше, несмотря на то, что он может получать одну и ту же цифру, одно и то же количество денег, например. Точно так же и в нашей жизни в любых сферах. Если мы намеренно не прикладываем какие-то усилия, намеренно создавая для себя какие-то планки, то Вселенная так или иначе будет создавать их для нас. И здесь совершенно два разных нюанса, так сказать. Первая часть заключается в том, что если я создаю себе планку, то в каком-то смысле я прописываю роль своего движения. Я прописываю себе какие-то границы и могу к этим границам идти. Но если же я плыву по течению, и Вселенная создаёт для меня мотивацию какую-то, или, может быть, стимуляцию, уж если совсем крайняя ситуация, стимуляцию какую-то, то, разумеется, я уже вынужден играть по тем правилам, которые создаются. И вот, собственно, для нас есть возможность выбора. Всегда Вселенная или Творец наш даёт нам возможность выбора. И в этом огромное наше счастье и возможность развиваться. Так вот, что такое Солнышко или о чём говорит роль Солнца? Конечно, все мы можем посмотреть на наше небо, ну не сейчас, а в дневное время, и увидеть, что Солнце светит всем и всегда. И вне зависимости от того, какое отношение мы с ним выстраиваем, вне зависимости от того, уважительно ли мы относимся к этому явлению и к этой Личности или нет. Но, тем не менее, Солнце светит для всех и всегда. И ключевое качество Солнца — это ответственность. И сегодня я бы также хотел перейти к небольшой презентации. Ответственность либо, если вы помните из прошлых эфиров, Солнце отвечает за… или характеризует ответственность, либо гордыню. Совершенно диаметрально противоположные понятия, но, тем не менее, человек, который рождён под влиянием Солнца, он обязательно будет чувствовать свою ответственность, обязательно будет чувствовать ответственность за окружающих, ответственность в ситуациях. Такой человек будет целеустремлён, и, что очень важно, всегда будет сопровождать его другое качество — это качество гордыни. И, разумеется, если же мы не будем балансировать в этих отношениях, то, как вы помните, гордыня всегда является причиной падения. Вот, собственно, такая задача. С одной стороны, человек обязан за всё проявлять ответственность, с одной стороны, человек должен эту ответственность брать, должен побуждать других, в том числе демонстрировать свою ответственность, демонстрируя своим примером. Но ответственность всегда за собой тянет некий успех. Успех, как правило, сопровождается развитием гордыни. И вот в этом, друзья, нам необходимо разобраться и нам необходимо научиться, поскольку, если мы возьмём даже наши расчёты, которые упоминались ранее, то для людей, например, рождённых первого, десятого, в том числе одиннадцатого, там целых два Солнца, или, например, двадцать восьмого или девятнадцатого числа, у них ярко проявлено Солнце в их дате рождения. Разумеется, мы можем подключить ещё руки, но об этом, возможно, мы ещё поговорим позже. Но, тем не менее, ограничимся на данный момент даже расчётом даты рождения. Солнце на такого человека влияет намного ярче, и ответственность, соответственно, такому человеку и спрос по этой ответственности с него будет намного сильнее. Но это не говорит о том, что если вдруг у меня в дате рождения нет Солнца, то на меня оно не влияет. Оно обязательно будет влиять и на меня, и на каждого, вне зависимости от того, какая дата рождения. Соответственно, если мы будем говорить о ролях, то это касается каждого человека, это касается каждого, что необходимо в той или иной степени брать ответственность. И если мы коснёмся, опять же, к такому восточному понятию, как «дхарма», то, раскрывая это понятие, есть «дхарма» или «качество долг постоянный», а есть «временный» или «динамичный», динамический, который постоянно меняется. Так, например, человек, воплощаясь на этой планете, имеет по мере своей жизни, по мере своего развития разную ответственность. Но об этом мы поговорим немножко позже. Я бы хотел ещё обратить внимание ваше на такое понимание, как ответственность или даже ответственность, то есть от слова «ведать». Ведь изначально, если мы ведаем, если мы обладаем каким-то знанием, то мы и, собственно, понимаем, что мы делаем. Если мы, скажем так, наделяем себя или берём на себя какую-то ответственность, то и наша мысль получается верная, а следовательно, и ошибки мы не можем допустить, потому что я нахожусь в состоянии осознанности, потому что я нахожусь в максимальном учёте всех тех нюансов, которые мне Вселенная преподносит или которые, например, я решил затеять в своём проекте, соответственно, я могу применять знания, которые я получаю. А как говорят, знания — это то, что-то убирает страдания. И, следовательно, чем глубже я погружаюсь, тем глубже оно доходит до разума. Я хочу немножко раскрыть также понимание разума. Ведь разум — это то, что для меня полезно, то есть это моя целеустремлённость. Это говорит о том, что если человек стремится жить на платформе разума, то он уже не уделяет должного, ну не должного, я бы назвал, наверное, лишнего внимания своим чувством. То есть такой человек, как правило, ставит определённые цели, такой человек стремится к этим целям. И прежде чем совершить то или иное действие, он задаёт себе вопрос, «А приведёт ли меня к цели моей цели это действие?» Такой человек подходит ответственно, то есть соответственно руководствуется Знанием. И далее я бы хотел обратить также ваше внимание на то, в чём, собственно, может быть разница. Когда мы получаем какую-то информацию, то наша ответственность возрастает. Возрастает по сравнению с тем, пока мы не были информированы. Разумеется, каждый человек находится в той или иной степени ответственности. Условно я обозначил порядка 50-70%. Примерно в этом диапазоне. То есть, скажем так, незнание, как говорится, например, в законе, в законодательстве Российской Федерации, незнание не освобождает от ответственности. Точно так же и во Вселенной, точно так же и в нашей жизни. Если мы чего-то не знаем, это не освобождает нас от ответственности. Да, человек находится в неведении, да, его ответственность несколько ниже. Мы совершаем какое-то действие, ну, например, человек, это может быть в принципе любое действие, ну, например, возьмём тему питания, человек переедает, он ещё не знает о том, насколько плохо это может сказываться на его здоровье, он не знает о функционировании и устройстве пищеварительных органов, например, он не знает о том, насколько это может развивать какие-то различные патологии в его организме, то есть он находится в какой-то степени в неведении. Но тем не менее, тема переедания или его какие-то действия, связанные с перееданием, будут вести к определённым осложнениям. Но, как интересно устроено, если мы вдруг узнаём о том, что переедание ведёт к тем или иным заболеваниям, нас об этом, скажем так, информировали, то дальнейшие наши действия в этом отношении будут равняться глупости, а не неведению. И, соответственно, разница заключается в том, что ответственность просто возрастает до 100%. В этом случае человек уже несёт полную ответственность. В этом случае срабатывать так называемые осложнения будут намного быстрее, намного сложнее для человека. Опять же, я хочу вернуться к тому, что Вселенная всегда будет нас пробуждать. Если мы находимся в неком спящем состоянии, мы всегда будем получать из той или иной стороны, а как правило, это происходит из самой неожиданной стороны или из той стороны, в которой у нас слабее всего развиты какие-то качества, мы всегда будем получать оттуда отклик. Если это речь об отношениях, значит, будем получать отклик в теме отношений. Если это речь в теме каких-то финансов, карьеры и своей реализации, значит, будем получать отклик на тему того, что нам там вдруг срочно необходимо будет решить какие-то финансовые вопросы, которые вроде бы как и надо было их решить. Но мы их откладывали, 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 и вдруг они обостряются настолько, и Вселенная создает условия еще более гармоничного развития. Мы же, например, полгода деградировали, а здесь нам нужно за месяц наверстать все эти полгода деградации. То, разумеется, не просто нам нужно решить тот наболевший вопрос, а еще и дополнительно к нему добавится парочку вопросов других, которые в том числе будут нас мотивировать или стимулировать для того, чтобы опять же мы проснулись. Потому что этот мир устроен по такому принципу, если мы находимся в спящем состоянии, нас будут пробуждать. Если мы хотим этого, то, соответственно, мы будем сами создавать условия своего развития, сами будем придумывать какие-то жизненные ситуации. и вот недавно я также общался со своим коллегой, который говорит, знаешь, Игорь, нам постоянно необходимо что-то придумывать. Устраиваясь на обычную работу, мы, да, получаем какую-то стабильную зарплату, но я по себе ощутил, что это ведет в некий упадок, несмотря на то, что это может быть там какая-то даже развивающая работа, но это ведет в некий упадок. Но когда мы становимся в позицию ответственности за свою жизнь полную, то нам постоянно необходимо что-то придумывать, постоянно необходимо культивировать свое развитие и создавать себе какие-то преграды для того, чтобы их преодолевать. И с одной стороны, это, конечно, может показаться, что не было никаких у нас хлопот, мы себя начинаем сами там придумывать, сами сражаться с ветряными мельницами, но, друзья, я хочу обратить ваше внимание как раз-таки на этот важный нюанс. Да, мы можем жить по течению, я не в коем случае не хочу осудить или не показаться в осуждающем умонастроении жизненную позицию каждого, но каждый из нас может задать себе вопрос, развивает ли меня то, чем я сейчас занимаюсь. это может работа по найму, конечно же, это может быть взаимодействие в отношениях, это может быть семейные, родительские отношения, или это может быть в принципе моя учеба, что угодно. Задавая себе вопрос, мы прежде всего удерживаем себя в этом умонастроении, и мы можем честно себе ответить. Конечно, каждый из нас склонен в каком-то смысле немножечко себя обманывать, но я свои консультации начинаю как правило с моей любимой фразой «себе не врать», и дальше мы уже можем смотреть на то, ведет ли меня эта деятельность к моим целям, и насколько она ведет, и если речь идет о построении карьеры, то можно прийти к каким-то математическим расчетам или бизнес-расчетам, если речь идет о построении отношений, то также честно себе необходимо ответить на этот вопрос, а ведет ли меня моя деятельность или ведут ли те действия, которые я совершаю, к развитию моих отношений, к улучшению моих отношений, к счастью того человека, за которого я взял ответственность, который находится рядом со мной, или же не ведет, и мне необходимо менять тактику или модель поведения. И казалось бы, мы говорим об обычных вещах, но из таких обычных вещей состоит наша жизнь, и через такие обычные вещи проявляется собственно астрология, или оказывает свое влияние. И переходя дальше, в разнице немного мы разобрались, я бы хотел затронуть базовые наши роли в теме ответственности, и эти роли могут касаться не только темы бизнеса, карьеры, отношений, эти роли пронизывают все. И если вы, дорогие друзья, глубоко проникнетесь этой темой, то я вас уверяю, найти ответ на какой-либо вопрос, даже не прибегая к помощи какого-либо консультанта, астролога, или кого угодно другого, вы сможете всегда себе давать грамотный ответ, а в какой позиции я реально нахожусь. Потому что каждый из нас, как я уже упомянул ранее, воплощаясь, получает ту или иную степень ответственности. И самая первая наша ответственность, она находится в позиции, ну, разберём такую схему, позиция «я тело». Ну, на вашем слайде вы можете видеть это под первым пунктом, что такое «я тело». Это то, как я отношусь к своему телу, то, насколько я беру за него ответственность. Потому что первое, через что я могу проявляться в этом мире, это через своё тело. Если я о нём не позабочусь, если я не позабочусь об вот этой биомеханической системе, соответственно, мои функции могут быть ограничены в этом мире. Соответственно, то, как я питаюсь, то, что я закладываю в это тело. То есть, какие знания, какая информация. А как известно, мы так или иначе, но привязаны ещё и к уму. Ум — это наши чувства. То есть, то, чем я насыщаю свои чувства, будет сказываться на том, какое состояние или как я буду ощущать своё тело. Насколько оно будет физически здоровым, насколько оно будет энергетически заряженным, насколько у меня будет ресурс. И мы не будем даже прибегать к различным исследованиям относительно физического или интеллектуального труда. В принципе, у каждого человека есть свой ресурс. Каждому, разумеется, этот ресурс даётся по его карме, каждому, разумеется, этот ресурс даётся по его определённым задачам, которые на это воплощении у человека стоят. Соответственно, если я забочусь о своём теле, если я его поддерживаю в физической форме, опять же, не обязательно проводить часы просто напролёт в тренажёрных залах, достаточно базовой физической нагрузки, и важно, чтобы эта нагрузка была регулярной. Это может быть какая-либо практика, это может быть банальная зарядка, в том числе. Очень важно обратить внимание на режим дня, поскольку в этом мире всё имеет свои циклы, в этом мире всё имеет свою некую хронологию, и природа, если мы посмотрим опять же за окно, будет нас или пробуждает нас рассветом солнца. Птицы пробуждаются, всё расцветает, всё оживает. Соответственно, если человек выдерживает этот ритм, режим дня, то и его системы жизненные будут работать достаточно гармонично. Конечно, можно рассматривать всё с позиции биоэнергетики и так далее. Но я бы хотел обратить ваше внимание, что всегда здравый смысл играет очень важную роль. Я, возможно, уже упоминал из речения одного из моих преподавателей, бизнес, прежде всего, преподавателей. Он говорит так, дисциплина всегда бьёт класс. То есть, если человек дисциплинирует себя в каком-то отношении, то какая-то квалификация его оппонента, она уже не будет играть столь серьёзной роли, потому что в дисциплине я всегда понимаю, что несмотря на какие-то ситуации, я буду продолжать своё движение, я буду продолжать свой какой-то план, двигаться по этой стратегии с определённой уже тактикой поведения. Так вот, то, как я заботюсь о своём теле, даёт мне возможность перейти на следующий уровень. Я бы хотел ещё немножечко расширить, то есть сюда входит питание, сюда входит режим дня, сюда входит какая-то нагрузка и поддержание своего тела в том или ином режиме, сюда входит окружающее пространство и насколько я поддерживаю это пространство в том или ином состоянии. В прошлый раз мы говорили об качествах материальной природы или энергиях, как упомянули, ну, качествах, опять же, возьмём этот термин. И то, в каком качестве находится моё окружающее пространство и моё внутреннее состояние, а его я воспитываю посредством своих чувств, в том числе, соответственно, такой потенциал я и буду иметь и, соответственно, такой потенциал я смогу передавать своему окружению ну или тем, в том числе, кто ко мне обращается. И переходя с темы тела, мы переходим в родительское отношение, то есть роль моя по отношению к родителям. Какая у меня позиция? Являюсь ли я для родителей сыном? Или, например, если женское тело, то, соответственно, дочерью? Часто я встречаю на консультациях, и, к сожалению, я встречаю это даже у осознанных людей, которые что-то изучают, и кто-то даже изучает это годами. Встречаю примерно такую позицию. Задаю я человеку вопрос, например. А как у вас отношение с родителями? Я думаю, для слушателей Народного Славянского Радио не секрет того, что род играет огромнейшее значение в нашей жизни, и этому нужно уделять должное внимание, поскольку именно родители дают нам возможность реализовать свой потенциал на этой планете. Именно родители дают нам возможность воплотиться. Именно родители нас чему-то обучают. Как я уже ранее говорил, бывают, конечно, поправки на индивидуальную карму, у каждого свои нюансы, у каждого свои, так сказать, преодоления, но тем не менее родители дают нам жизнь. И периодически я встречаю такие ответы, мол, не было отца или не было матери, но их не может не быть априори, поскольку человек так или иначе, если он рождён, то в этом в любом случае, даже если мы возьмём современные технологии, всегда участвуют двое. Вопрос того, каково моё к ним отношение. И если мы посмотрим на эту позицию, на ней я становлюсь подробнее, поскольку она определяет дальнейшее движение. И чаще всего мои консультации проходят с того, что человеку приходится объяснять эту позицию, прежде чем идти в какие-то периоды, рассмотрение того, как влияет период, прежде чем идти в рассмотрение того, где у него какие-то могут быть дополнительные моменты, нарушения, всегда влияет род. И чаще всего, я даже скажу, где-то 98-9% случаев именно непростроенные родовые отношения, какие-то родовые каналы, адекватные, они как раз таки начинают тянуть огромный перекос в психике, в сознании человека, в его восприятии. И опять же, если мы коснёмся темы солнышка, а солнышко отвечает за отношения с отцом и за то, как будут проявляться дальнейшие мои жизненные качества в жизни, связанные с отцом. Буду ли я уважать старших, буду ли я к ним относиться с почтением, буду ли я проявлять как раз таки тему ответственности и заботы, буду ли я достигать и будет ли меня вселенная продвигать по карьерной лестнице или наоборот. И казалось бы, вот такие маленькие или такие незначительные понятия, но запускают огромную цепочку событий, опять же, событий, направленных на наше пробуждение. Но, к сожалению, нас в школе, в наше время, в школе этому не учат. Но, тем не менее, мы благодарны тому, что есть такие каналы, как Народное Славянское Радио, и благодаря Народному Славянскому Радио можно прикоснуться к той или иной информации и уже реализовать её в своей жизни. За что я очень благодарен, поскольку сам черпаю из этого канала различные знания, и меня это очень воодушевляет и вдохновляет. И, соответственно, возвращаясь к теме родителей, родовой канал, как я уже ранее упоминал, определяет наше дальнейшее движение. Отец — это реализация построения карьеры, отец — это финансовое проявление, отец — это интуиция и своё предназначение. Часто люди обращаются с вопросом о предназначении, но неужели вы думаете, что вы, обращаясь к незнакомому человеку, неважно, кто вам его рекомендовал, вы обращаетесь к совершенно незнакомому человеку, который, глядя, быть может, в ваши руки, рассказывает вам какие-то качества вашего характера, сможет сказать вам, вот вам нужно двигаться в этом направлении, и сразу у вас появится желание и отклик двигаться в этом направлении. Дорогие друзья, я чаще всего встречаю, да, какой-то отклик у человека есть в той или иной степени проявления его планеты, но если у человека не простроен родовой канал с отцом, к сожалению, как правило, такой человек не может даже прикоснуться к теме своей реализации. Ему приходится прикладывать огромное количество усилий в построении карьеры, и в целом вне зависимости от того, какая его карма, человек этот может зарабатывать, ну, находиться там в категории, скажем так, до 100 тысяч рублей, а может в категории до миллиона, но тем не менее ему приходится прикладывать огромное количество усилий, или его будет метать из деятельности в деятельность. Да, есть, конечно, такое понимание, как некий финансовый коридор кармический, и в зависимости от той или иной степени ответственности вашей вы будете в этом коридоре двигаться, но так или иначе, решая вопрос родового канала, влияние родового канала, простраивая своё отношение к отцу, вы сможете гармонизировать это, и ваши доходы в том числе, или ваше спокойствие в теме финансовой будет намного выше, то есть легче будут даваться какие-то проекты, лучше будут как-то проходить переговоры, легче будут встречаться сами собой, как правило, будут притягиваться те люди, которые будут способствовать вашему продвижению, развитию, ведь если вы вспомните то, что я говорил на прошлой лекции, речь как раз о состоянии благости, когда человек находится в благости, Вселенная сама способствует его продвижению. Почему так происходит? Да потому что такой человек может являться сам опорой, мощнейшей опорой для развития и поднятия других. И всё на самом-то деле получается очень просто. Как говорится, всё, что сложно, ложно, но опять же, в зависимости от того, насколько мы будем разбираться в этих вопросах, всё оказывается достаточно несложно. Решая вопрос с родителями, мы, соответственно, что получаем? Мы получаем возможность получать энергию всего рода, в котором миллионы предков, а также возможность принятия Творца и принятия той позиции, что всё происходит по его любви по отношению к нам. Потому что если мы не простраиваем наши отношения к Отцу, то есть мы не принимаем волю Творца, да, предположим, мы можем разобрать такой вопрос. Также часто приходится, к сожалению, в нашей стране это происходит, но часто приходится встречаться с такими вопросами или разбираться с такими вопросами, когда, например, у человека реально не было отца, или у отца была какая-то там другая жизнь, он был в плавании, или он, например, имел какие-то пристрастия с интоксикациями связанные. Соответственно, на что может обратить внимание человек в этом случае? Мы, конечно, можем обижаться на такого отца, мы можем обижаться на то, что он посредством своего поведения воспитывал нас, или мы росли в неполноценной семье, или какие-то конфликты с матерью, и так далее, и так далее, и так далее. Но это одна позиция, и эта позиция исходит из эго. Если человек посмотрит на эту ситуацию с позиции, скажем так, стороннего наблюдателя, то я бы рекомендовал обратить внимание на следующее. И как раз таки эти примеры я привожу на консультациях, и эти примеры позволяют огромному количеству людей включаться и проводить тотальный перепросмотр своей жизни, или полный, полноценный перепросмотр своих отношений. Так вот, например, отец, который злоупотребляет интоксикациями, он, получается, жертвует собой для того, чтобы нас научить. Но всё зависит от того, чему мы будем учиться. Мы можем научиться тому, что да, такой образ жизни, но вот он виноват, я отец пил, и я, собственно, вместе с ним за компанией. А можем на это с осознанной стороны посмотреть и перестать так действовать. И в итоге что получается? Отец, жертвуя свою жизнь, то есть огромное количество энергии и ресурса, жертвует для того, чтобы в нашей жизни показать совершенно другую картину. Быть может, мы настолько упёрты, или быть может, мы настолько в своём сознании консервативны, либо ещё как-то, ну, разные проявляются качества у человека, что другого мы бы не поняли. И именно такая жёсткая ситуация, настолько жёсткая, что отец в неком тяжёлом состоянии учит нас своим примером, как делать не надо. И тогда в нашем сердце должна возникать благодарность к этому человеку, к тому, что он пошёл на такую жертву, опустился в полное, полнейшее невежество для того, чтобы вразумить нас, для того, чтобы мы ещё больше как-то осознали сами себя, своё предназначение, свой путь. Ведь как ни крути, но так или иначе, если мы как душа являемся частичкой чего-то целого, то и путь у нас всё равно лежит в сторону, в направлении к этому целому. И, разумеется, разные кармические ситуации мы будем встречать. Как я уже говорил, каждому своё будет даваться, каждому по карме свои ситуации, но тем не менее всё зависит от того, как мы будем к этому относиться. Если мы относимся к этому с благодарностью, к тому, что в этом мы стараемся увидеть волю и любовь Творца, мы стараемся увидеть какой-то урок, который побуждает меня действовать более осознанно, побуждает меня стремиться в благость. Соответственно, и наше сознание будет возвышаться. Но если мы будем в этом находить некое обравдание, ну вот, у меня вот так, тебе-то повезло, ты вот такой. Друзья, я хочу, немножко так же пользуясь случаем, упомянуть такой момент, как тебе повезло. Конечно, бывает так, что кому-то везёт чуть-чуть больше. Но в своей практике мне периодически доводится консультировать людей, обозначим их так, некие представители более возвышенного или более высокого класса, материального класса. И я вас уверяю, ни одному из этих людей, ни одному из этих моих клиентов не довелось в жизни просто вот так родиться в семье царя. К сожалению, я в своей практике, наверняка есть такие люди, мы можем видеть такие примеры, но в своей практике я ещё ни одного такого человека не видел. И каждый из тех людей, кого я консультировал в достаточно, скажем так, серьезном уровне дохода, такой человек в своё время очень активно трудился над своими качествами, что-то изучал и, соответственно, огромным трудом приходил к своему уровню. Да, я не говорю, что необходимо всем идти по этому вектору, совершенно нет. Это всё зависит от некой предрасположенности человека, о которых мы в том числе уже говорили ранее. Это зависит от цели устремления человека, ведь каждый сам по свободе своего выбора может определять свои цели. И кому-то достаточно, например, обычной квартиры, и он спокойно себя будет чувствовать. Кто-то хочет дома, жить на земле, и это тоже прекрасно, поскольку единение с природой это действительно замечательная идея. А кто-то стремится к расширению. Вопрос уже индивидуальный, да, и вопрос касается лично каждого. Но я хочу обратить внимание, что в этом мире, если мы прикладываем усилия, то мы обязательно получим отклик от Вселенной. если мы двигаемся по какому-то выбранному вектору, особенно по тому вектору, в отношении которого мы слышим некий отклик в своём сердце, опять же, если это касается проявления благостного состояния, это очень важно, потому что кто-то может найти некое подтверждение или оправдание своим действием в моих словах. Друзья, переслушайте тогда лекцию по невежеству, не обязательно моё огромное количество по гунам и по качествам огромное количество спикеров, лекторов и старших товарищей, которые раскрывают эту тему очень глубоко. Переслушайте для того, чтобы понимать, а куда же двигаетесь вы? Потому что если мы эти вещи не будем учитывать, то даже в наш благоприятный период, да, в какой-то степени нам будет больше вести, в какой-то степени мы будем встречать больше людей, больше поддержки, но если наш вектор заведомо определён невежеством или окрашен невежеством, то и срабатывать этот период будет в невежестве. То есть давать иллюзию. Просто будет иллюзия успеха. Это, конечно, прекрасное состояние жить в иллюзии, но к сожалению, ни к чему благоприятному в результате это не приводит. Я вас уверяю, к сожалению, мне довелось побывать и в том, и в другом положении. Я не говорю, что я там в благости, мне ещё очень далеко, но я понимаю, что это совершенно разные качества жизни, совершенно разные качества ощущения себя, совершенно разные качества вообще проявления в этом мире. и я бы рекомендовал вам всё-таки устремиться в сторону благости. Итак, возвращаясь к теме ролей, соответственно, родителей. Если я по отношению к родителям испытываю какую-то обиду, какое-то осуждение, то надо задать себе прежде всего вопрос, а нахожусь ли я в позиции сына или дочери, то есть в позиции ребёнка по отношению к ним? К сожалению, с презентацией я не вижу... Секундочку, дорогие друзья, я не вижу себя... Да. Нахожусь ли я в позиции выше или ниже по отношению к родителю? Разумеется, если я выдерживаю позицию дочери или сына, то какие качества я должен проявлять? Какое качество поведения я должен проявлять по отношению к своим родителям? Ну, если мы рассмотрим даже базовые понятия, то как минимум это любовь, благодарность, уважение, гордость за то, что у меня такие особенные родители. Но если я обижаюсь на них, если я, например, по отношению к ним испытываю какое-то осуждение, быть может даже там ненависть и гнев, то разумеется я нахожусь в совершенно другой позиции. Это уже позиция обвинителя или позиция критика, судьи. Если я начинаю учить родителей жизни, ну, предположим, я на народном славянском радио послушал какую-то замечательную лекцию по буквице или по астрологии, почему угодно. И, конечно, вдохновленный этим я прибегаю домой или прихожу к своим родителям и говорю «А, так вот я теперь знаю, откуда у тебя все эти беды». Об этом я, собственно, с этого и начал сегодняшнюю лекцию. Дорогие друзья, необходимо для начала реализоваться самому, для того, чтобы уже люди к вам могли как-то прислушаться. И, опять же, я уверяю, Вселенная найдёт именно тех людей, если вы всё делаете правильно, именно тех, которые сами обратятся к вам. И уж поверьте, когда люди к вам сами обращаются, во-первых, они будут прислушиваться, во-вторых, они будут видеть в вас некий какой-то источник или авторитетный источник знания. Разумеется, мы не можем претендовать на то, что человек вдруг резко поменяет свою жизнь. Конечно, это действие в страсти, и если мы вдруг резко начинаем что-то срочно менять, то ничем, кроме, скажем так, отката, как говорят, ничем другим это не закончится. Потому что вдохновленные в некой страсти мы начинаем что-то резко менять в своей жизни, но, тем не менее, психика человека устроена таким образом, что должна быть определенная последовательность. Если этой последовательности нет, то есть если мы не двигаемся, даже, опять же, внедрение каких-то привычек или внедрение каких-то знаний, если мы не применяем их в благости, то намного больше придется прикладывать усилий для того, чтобы внедрить какие-то знания в нашу жизнь или какие-то привычки в нашу жизнь. Так действует гун или качество, а я уже говорил, что они пронизывают всё в нашей Вселенной, в нашем мире и, собственно, наше поведение, в том числе, буквально всё. Соответственно, если вдруг я для родителей играю совершенно другую роль, то, конечно, Вселенная будет меня возвращать в то или иное русло. Как она будет меня возвращать? Ну, во-первых, конечно, родительские конфликты, недопонимания и так далее. Во-вторых, близкие люди, к которым мы в какой-то степени привязаны или которых мы любим, резко начнут вести себя совершенно по-другому, ну, как бы не так, как бы хотелось нам. И вот эта позиция «не так, как хотелось бы нам», она очень опасна в своём проявлении, поскольку мы, конечно, имеем какие-то желания, но по нашей карме нам даются те ситуации, которые будут воспитывать нас. И если я эти ситуации принимаю с благодарностью, конечно, бывает очень тяжело. Бывают какие-то ситуации, когда другой человек провоцирует меня на какие-то эмоции. Кто в этой ситуации виноват? Ну, в принципе, виноват другой человек. Ну, как бы он меня провоцирует. Но чья ответственность за реакцию на эту ситуацию? Ответственность остаётся у нас. И вот, пожалуйста, мы раскрываем ещё глубже тему солнца. Если я реагирую на то, как ведёт себя другой человек гневом, то моя ответственность заключается в том, что я выбираю это поведение, соответственно, я выбираю и обстоятельства или последствия, которые будут ожидать меня в дальнейшем после такого поведения, после такой модели. Если я меняю свою модель поведения и выбираю реагировать, ну, назовём это осознанно, да, я выбираю осознанную реакцию на этот раздражитель, я принимаю с благодарностью, я начинаю задавать вопрос, а что послужило причиной поведения такого человека, ну, такого поведения у другого человека. И если я задаю себе такой вопрос, то намного больше, согласитесь, шансов раскрыть истинную причину, нежели я просто буду эмоционально реагировать. Конечно, важно обратить внимание на прекрасную половину человечества и речь как раз таки о женщинах. И я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие женщины, на то, что как бы там ни было, но у вас женская природа. А женская природа говорит о том, что женщина должна выражать свои чувства, то есть не держать в себе. но здесь очень-очень важный нюанс. Мы можем, конечно, гневаться или обижаться на человека и выплёскивать на него свой негатив, а можем опять же подходить осознанно. Речь о том, чтобы не держать в принципе эмоционального состояния в себе. Если вас что-то беспокоит, поговорите об этом с человеком, ну, рядом с которым вас что-то беспокоит. Быть может, вас беспокоит это в его поведении. Но если женщина закрывает в себе свои эмоции, к сожалению, это всегда идёт на её разрушение. К сожалению, это энергия, а энергия никуда в этом мире не девается. Она всегда будет перетекать в то или иное состояние. И, соответственно, если женщина закрывает эту энергию в себе, то эта энергия будет идти на разрушение её внутренней природы, то есть непосредственно её тело, её внутренних органов. Ну и, разумеется, будет дисбаланс вводить гормональную систему. Но для женщины, да в принципе для любого человека это чревато очень серьёзными последствиями. Поэтому, конечно, необходимо выражать свои эмоции, но важно понимать, как. А это уже целая наука и в принципе и на просторах интернета, ну или если вы опять же напишите мне личные сообщения, я с радостью и удовольствием поделюсь какими-то ссылками и какой-то литературой, которая поспособствует в том числе более глубокому вашему развитию и пониманию того, как это правильно делать и как гармонично жить в принципе в этом мире. Так вот, возвращаясь к теме ответственности, сейчас я вновь перейду к нашему слайду. Возвращаясь к теме ответственности, следующий уровень — это тот уровень, который мы рассмотрели, это родительская ответственность, то есть то, как я отношусь к своим родителям, будет определять дальнейшее моё движение в жизни. Это очень тонко ложится на психику человека, на его психическое тело и на то, какие реакции впоследствии будут вызываться теми или иными ситуациями в его жизни. Поэтому, я надеюсь, я достаточно раскрыл эту позицию ответственности. Следующая позиция учителя или учительская. И эта позиция говорит о том, «А где я являюсь учеником или учителем?» Это, конечно, немножечко глубже мы раскроем в нашей третьей лекции, поскольку речь пойдёт о Юпитере. А Юпитер — это как раз-таки планета учителя, и она курирует эти энергии. Но, тем не менее, понимая, где я нахожусь в позиции ученика, а где я нахожусь в позиции учителя, также достаточно серьёзно будет сказываться на моей жизни. В целом, мы вначале уже немножко поговорили об этом. Не будем сильно на этом останавливаться. Следующая позиция, я её обозначил как принцип. И этот принцип говорит о том, что мир, мы живём с вами в неком дуальном мире. Есть женское проявление, женский принцип, есть мужское проявление и мужской принцип. И всё зависит от того, как я себя осознаю. Если я осознаю себя, что у меня мужское тело, это говорит, что мне необходимо достигать, что мне необходимо ставить цели, добиваться этих целей, бороться, сражаться, быть может страдать, преодолевая эти цели, воспитывать свой дух, воспитывать свои качества посредством какого-то достижения и целеустремлённости. Значит, я принимаю этот принцип. Опять же, мы уже закрыли вопрос родительских отношений, поскольку первично нам представляют через родителей этот принцип. Матушка олицетворяет женский, отец, соответственно, олицетворяет мужской принцип. И уже если мы с уважением, почитанием, почётом относимся к родителям, то эти принципы мы принимаем достаточно правильно. Не происходит никаких нарушений в сознании человека. Если же мы вдруг нарушаем, то, соответственно, мы наносим оскорбление тому или иному принципу, и, соответственно, это будет дальше выражаться в тех или иных ситуациях, которые будут нас возвращать к этой модели, к отношениям с родителями. Так вот, если у меня мужской принцип «я двигаюсь, достигаю, беру ответственность», но самое базовое понятие этого принципа «слова равно действия». То есть слова соответствуют. Если я говорю, да, вот, например, в 19.30 сегодня будет радиоэфир, то моя задача заключается в том, чтобы быть готовым, присутствовать, ну, скажем так, проверить там все какие-то нюансы, связанные с электропитанием, там, зарядкой ноутбука, ну, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы никто не отвлекал. Соответственно, начать. Ну, это такой банальный пример. Если же слова мужчины начинают расходиться с его действиями, Вселенная опять же не заставит долго ждать, начнёт включать такого человека. Но есть другой принцип, принцип женский. Женский принцип заключается, ну, или проявление, оно заключается в том, чтобы слова соответствовали чувствам. Об этом я, опять же, выше уже сказал. Ранее девушки, женщины, для вас очень важно выражать свои чувства. Запомните одну простую, ну, назовём её истиной, да, ваши эмоции это ваша валюта. Вам в этом мире повезло. Повезло в каком смысле? Вам не нужно ставить цели, вам не нужно достигать, сражаться и бороться. Я, конечно, никого не собираюсь отговаривать с той позиции, потому что есть, конечно, женщины, у которых, например, мужское проявление планет, и им действительно хочется как-то бороться, им действительно хочется как-то сражаться, достигать, брать какую-то ответственность. Ну, я заведомо вас предупреждаю, это мужское проявление, это тоже чревато рядом различных ситуаций, нарушений и так далее. Но, тем не менее, свобода воли есть у каждого. Женская же позиция заключается в следующем. Чувство равно слова, то есть выражение. Что-то вам нравится? Отметьте это. Что-то вам не нравится? Отметьте это, но мягко вдохновляя человека. Ведь мы можем человека вдохновлять на его развитие, а можем наоборот разочаровывать или раз вдохновлять. Соответственно, будет разный результат. Поэтому для женщины очень важно проникнуться или познать тот момент, как она может вдохновлять своего мужчину. Как она может... И опять же, мужчина, первый мужчина это отец. он в том числе может являться или нуждаться в каком-то вдохновении. Но как? Дочка может вдохновлять своего отца? Словами благодарности выражать его или подчёркивать его какие-то качества. Если уж она дочка, если у неё ещё пока нет рядом спутника, с которым она может как раз-таки уже культурировать или тренировать свои качества женские. Всегда и всегда мы окружены огромным количеством возможностей. Говорится, что человеку только в день даётся тысяча возможностей для того, чтобы проявить своё осознание, проявить свою дхарму, свои качества, свой долг, реализовать себя в этом долге. Поэтому всегда можно оглянуться по сторонам, возможно, кто-то нуждается в помощи. Если же мы плывём по течению в позиции «моя хата с краю», разумеется, что никто нас за это не поблагодарит. И я не говорю, что нужно действовать для того, чтобы вас благодарили. Всегда есть возможность оказать какую-то помощь, поддержку окружающим людям. И если уже вдруг вам на досуге нечем заняться, всегда есть возможность заняться благотворительностью. И речь не обязательно о том, что нужно жертвовать деньги куда-то в храм или ещё куда-то на какие-то проекты. Речь не об этом. Благотворительность — это то, что я отдаю, расходы, например, своё время. Я читаю молитву или я желаю какого-то счастья, успеха окружающим. Пожалуйста, я занимаюсь благотворительностью. Я вышел банально перед подъездом даже подмёл дорожки, снег расчистил. Пожалуйста, уже благотворительность. Важно, конечно, не выпячивать эти свои заслуги какие-то и на тихо, так сказать, в одиночку. Ну, в одиночку я имею в виду не выставлять на общее обозрение какие-то там достижения в своей благотворительности. Но, тем не менее, вы можете помочь окружающим. И я уверяю вас, Вселенная в том числе отметит эти качества. Если вы это культивируете в себе, если вы действуете не для того, чтобы меня потом похвалили, а внутри вашей эмоции, так сказать, последняя эмоция, она настроена на благо для других людей, то обязательно вы получите отклик. И во время, когда вы будете нуждаться, Вселенная не оставит вас без внимания. Итак, мы разобрали принцип мужской и женский. Следующий принцип это уже супружеский. Ну, то есть, если я муж, то, соответственно, я проявляю ответственность за семью. Если я жена, то, соответственно, я играю свою роль. На что хочу обратить внимание в этом случае? Бывает, конечно, не так часто, периодически встречается следующая ситуация. Люди уже живут вместе, ну, там, в гражданском или, быть может, так сказать, полноценном браке. Живут вместе, уже муж и жена, но до сих пор не разобрались, кто из них мужчина, кто женщина. И в итоге женщина впахивает на работе, а бывает даже так, что на двух-трех работах. Ну, а мужчина, он как-то там, ну, как-то там, где-то там, может, в себе ковыряться, может, на диване валяться. Прежде всего, именно вот как здесь выстроена хронология, сначала я определяю, какое мне тело дано, то есть какая моя роль, мужская или женская, только потом я могу уже вступать в отношения. Но если уж я нахожусь в отношении и не разобрался, ну, друзья, переслушайте, я думаю, что радиоэфир будет в записи, переслушайте то, о чём мы только что говорили, потому что очень важно понимать, какому принципу, или какова у меня природа, мужская с природой или женская и в дальнейшем уже строить свои отношения. Чем чреваты подобные перекосы? Ну, я приведу пример из своей консультативной практики. Чаще всего подобные ситуации проявляются примерно следующим образом. Да, мужчина, например, может заниматься какой-то домашней деятельностью, ну, там, цветы поливать, стирка, готовка, какие-то вещи. У него, например, большее влияние женских планет, Венеры, Луны, например, он как-то мягче по своей натуре, мягче по характеру, ему больше это нравится, у него это может быть лучше даже получается. Ну, а у женщины, конечно же, по всем законам кармы, женщина притянет такого мужика, у которой базовая позиция я сама, ну, и, соответственно, огромное количество влияния мужских планет, ну, или доминирующее влияние мужских планет. И, соответственно, так они и живут. Она работает на работе, он там дома с детьми, но природа-то наделила их совершенно разными качествами, природа наделила их совершенно разным потенциалом. и вдохновлять женщину на развитие мужчина, к сожалению, не может, потому что не имеет той энергии, ну, не имеет тех качеств, чтобы вдохновлять. Давайте будем уходить от слов энергии, я помню, в прошлый раз мне сделали замечание, не имеет мужчина этих качеств. Соответственно, такая женщина впоследствии будет обращать внимание на других мужчин, просто будет обращать внимание на тех, кто успешен. Почему? Потому что они будут привлекать её внимание, потому что какие бы планеты у неё не были, а женщине всегда хочется, чтобы о ней позаботились. Женщине всегда хочется, чтобы, ну, так сказать, её утешили, выслушали, поухаживали за ней. Если вы помните, нет такого понятия, как ухажёр, ухажёрка, есть такое понятие, как ухажёр. То есть здесь, я думаю, в принципе, долго останавливаться нет смысла. Я думаю, что слушатели Народного Славянского Радио в этом отношении достаточно осознанны, достаточно ответственны. И, как говорится, пусть плохо исполни свой долг сама лично, гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. То есть речь о том, что лучше я буду, как мужчина, стараться достигать, пусть у меня будет поначалу это тяжело получаться, пусть как-то может быть даже плохонько будет получаться, но если я буду двигаться и бить в одну и ту же цель в этом направлении, я имею в виду двигаться по мужскому вектору, соответственно, рано или поздно вселенная откликнется, творец всегда откликается на то старание, которое человек проявляет. ну и соответственно для женщины. И следующий вариант это, конечно, уже родительский долг и на это я хочу также обратить внимание. Я, конечно, не специализируюсь на теме воспитания детей, но тем не менее мы все, находясь с вами в России, ну или кто-то если даже находится за рубежом или там в странах СНГ и так далее, мы достаточно часто можем видеть пример того, когда семья не полноценна, когда родители расходятся. Важно понимать, что дети в любой семье, независимо от вашей кармы, независимо от того, какие планеты на вас влияют, дети будут всегда являться индикатором ваших отношений. Если вы не научаетесь строить отношения с вашей супругой или с вашим супругом, а по вселенским законам, как говорится, если мы начинаем делить общие какие-то проблемы и задачи, то есть вместе жить или как-то тело делить, то, соответственно, по вселенским законам все уже, это уже супруги, то есть муж и жена. Следовательно, задача какая? Если мне вселенная даёт такого человека, то уж действительно в этом нет ошибки. Почему в этом не может быть ошибки? Да потому что мне в жизнь приходит человек именно такой, который поспособствует мне раскрыть мои качества. Да, конечно, я могу влюбиться и вдруг в порыве страсти устроить какие-то отношения, но в этом-то и заключается тема осознанности. Если я нахожусь в осознанности, то я сначала изучаю, знакомлюсь с человеком. А кто передо мной? Да, какая там может быть вообще карма у человека? А какое сознание? Да, целесообразно в каком-то смысле перед постарением отношений проконсультироваться со специалистом для понимания совместимости, поскольку даже если по варнам какая-то разница в совместимости, то здесь тоже могут быть уже некоторые нюансы. Я не говорю про планеты, но опять же хочу обратить внимание на классику. Очень часто люди приходят с вопросом совместимости и несмотря на то, что астрологически у них колоссальная совместимость, прям замечательно, очень редко такое можно встретить, но вот прям счастливчики, им повезло встретить друг друга, прям кармические партнеры. Но так как оба находятся в позиции эгоизма, разумеется, строить отношения практически невозможно в такой семье. Почему? Ну, потому что он не такой, как я хочу, а он и не будет таким, как я хочу. Он, в принципе, и не должен быть таким, как я хочу. Просто потому, что мне необходимо воспитать какие-то качества, которые я до этого по какой-то причине еще не воспитал или не воспитала. Или бывает другая ситуация. Приходят люди, смотришь на них, ну, по совместимости, конечно, вообще никак. Но живут душа в душу, и все у них замечательно, и тяжелый период, они прошли вместе, поддерживая, вдохновляя друг друга. Еще один тяжелый период, опять прошли вместе. Благоприятный период, а у них расцвет, и все замечательно. Поэтому, друзья мои, я хочу обратить ваше внимание, что все зависит от того, какова ваша цель. Если женщина или мужчина ставит себе цель поддержания этих отношений, то есть сделать жизнь своего партнера хотя бы чуточку счастливее, чем без моего участия, не оттяготить и научить, сейчас я вот тебя научу, ты же хотел там какие-то уроки получить, сейчас я, я сейчас тебя часто такое к сожалению встречается, но если же человек принял решение, я хочу взять ответственность за те свои качества и те свои обязанности, которые мне даны, беру эту ответственность, прикладываю усилия для того, чтобы человек этот был чуточку счастливее, и постоянно обращаюсь к Творцу в своих молитвах, чтобы он дал мне возможность еще лучше стать, такой человек обречен на счастье, такой человек всегда будет, опять же, если это не просто слова, если это еще и сопровождается характерными действиями, подтверждающими его слова, такой человек всегда обречен на счастье, как бы это ни звучало, но тем не менее это так, и жизнь всегда показывает такой пример, а если мы посмотрим по сторонам, то мы всегда найдем такой пример, несмотря на то, в каком окружении мы находимся, Опять же, наше окружение будет всегда нам подтверждать те наши качества, которые мы воспитали в себе. Если мы посмотрим по сторонам, то мы всегда сможем найти такой пример. И я рекомендовал бы каждому находить какой-то пример того, как бы я хотел быть. Это неважно, вы хотите каких-то отношений или вы хотите какой-то карьеры, или вы хотите какого-то здоровья, чего бы то ни было, какая бы цель ни стояла у человека, если вы чего-то хотите достигнуть, найдите того, кто в этом реализовался. И обратитесь к нему с вопросом, с помощью, с рекомендациями и так далее. Посмотрите, как живёт этот человек. Посмотрите, что он культивирует в своей жизни. И возьмите лучше эти качества, начните потихонечку внедрять в свою жизнь. Но опять же, я всегда рекомендую, внедряйте эти качества в благостном состоянии. То есть в возвышенном умонастроении. Последовательно, постепенно. Психологи, например, выявили, что для того, чтобы укоренить какую-то привычку, для повторения человеку необходимо 21 день. Я немножечко другого придерживаюсь мнения. Я считаю, что 21 дня может не хватить. Может не хватить, в зависимости от того, в каком умонастроении и какую планку я для себя выбрал. Потому что если я ни одного раза не умею отжиматься, и вдруг я поставил себе цель отжаться тысячу раз, ну, не обязательно я приду к этой цели за 21 день, но в каком-то смысле могу уже немножечко себя воспитать. Ну, тем не менее, этот принцип, как утверждают современные психологи, работает. И банально даже, применяя постепенно, по одному отжиманию, или это может касаться любой другой привычки, внедряя её в свою жизнь, вы будете приходить к дисциплине в этом отношении. И таким образом постепенно её внедрять. Если я, например, хочу вставать на какое-то время раньше, то мне надо начать ложиться. То есть всегда нужно подходить с разумом, подходить с того, насколько это будет полезно. Потому что если я вдруг просто начну вставать на 2-3 часа раньше, но вдруг я решил в 5 утра полезно, послушал какие-то лекции мудрых товарищей, решил, что это вот прям полезно, всё, с завтрашнего дня меняю свою жизнь, ну, к сожалению, ни к чему хорошему это не приведёт. Кроме того, что организм получит истощение, и в один прекрасный момент такого человека просто выключит, и он не услышит ни будильник. Почему? Потому что организм всегда возьмёт своё. Но если мы последовательно по 15-20 минут начнём раньше ложиться, раньше вставать, и так за какое-то количество времени, за тоже 21, за 3 недели, на полчаса или на час начнём раньше вставать за 3 недели, не с завтрашнего дня, а за 3 недели, то это уже укорениться. Ну, опять же, я считаю, что нужно немножко больше времени. На это у меня есть исследования в своей жизни. Опять же, это может касаться именно меня, не обязательно всех. Психологи проводили исследования и выявили, что за 3 недели внедряется привычка. Но, тем не менее, можно сослаться на эти качества и попробовать за 3 недели. Соответственно, возвращаясь к теме детей, важно помнить, что мы окружены огромным количеством примеров того, как неполноценные семьи воспитывают, соответственно, неполноценных и неприспособленных к жизни детей. Я имею в виду неприспособленных в момент того, когда ребёнок отходит от семьи, когда он выходит в некий свет, в эту жизнь и начинает взаимодействовать самостоятельно в этом мире. Неважно, это женщина будет или это мужчина. К сожалению, огромное количество в этом отношении нарушений. И наша ответственность как раз-таки заключается в том, чтобы не просто получать какие-то знания, а культивировать их и привносить их в общество. Ну, по крайней мере, я в себе ощущаю такую ответственность и призываю каждого, кто услышит сегодняшнюю или другие лекции, призываю каждого проникнуться этим, потому что если мы не будем привносить своим примером в обществе то, как необходимо жить, все мы будем, соответственно, идти по вектору, который, к сожалению, но направлен вниз, то есть по вектору деградации. И каждый раз, когда человек выбирает в ту или иную сторону своё поведение, выбирает в ту или иную сторону своё действие, он выбирает, как я уже сказал, и результат этих действий. И на что я бы ещё хотел обратить ваше внимание. Если я тренирую в себе развитие, то, соответственно, я не тренирую в себе деградацию. Если я тренирую в себе деградацию, то есть выбираю в сторону продеградировать, соответственно, я не тренирую в себе развитие. А если я тренирую деградацию, то у меня постепенно будет повышаться вкус к тому, чтобы деградировать. Таким образом действуют гуны, То есть качество, эти проявления материального мира, о которых мы как раз-таки говорили, насколько широко получилось или глубоко раскрыть эту тему, уж судить вам, но тем не менее говорили в прошлой лекции. Так вот на нас как раз-таки лежит ответственность за наше собственное развитие, за наш прогресс. Если я буду прогрессировать или стремиться в тему того, чтобы прогрессировать, то, конечно, разумеется, я буду в своей жизни встречать возможности для того, чтобы это сделать. И от меня зависит, насколько я буду пользоваться этими возможностями. Я буду использовать все, как говорится, тысячу или даже больше в день, или я буду использовать одну или две, а остальные не использовать. Всё зависит от личного выбора каждого, но это очень важный момент. Так вот, если мы ещё раз коснёмся темы детей, важно понимать, что то, что я культивирую в себе, только это я смогу передать своему ребёнку. Только этому я смогу его научить. Если же у меня нет какой-то привычки, то, разумеется, ничему я научить не смогу. Мой учитель говорит так, что он рано подниматься и делать зарядку начал делать только для того, чтобы своих детей вдохновить на это. И своим примером он привил эту привычку для своих детей. Соответственно, мы в ответе за то, что мы далее несём. Ну и, конечно, такой же будет спрос. Итак, мы немножко рассмотрели модель ролевую на сегодня по поводу ответственности. Но опять же, судить вам, насколько глубоко у меня получилось её раскрыть. Но, тем не менее, я хочу ещё обратить внимание на такой важный момент, как настоящее. Мы раскрыли с вами тему того, что если вдруг меня обижает какой-то человек, провоцирует меня на какую-то эмоцию, он в этом виноват. Ну и, разумеется, кто же ещё в этом может виноват? Он себя ведёт каким-то образом. Это его действие. Могу я на него повлиять? Да нет, конечно, никак не могу повлиять. Я на себя влияю, только прикладывая огромное количество усилий, и то не всегда получается. Что же там говорить о каком-то другом человеке, совершенно другой системе, с совершенно другими качествами, другими планетами, умонастроением, историей, психикой и вообще тем, как эта психика складывалась? Разумеется, я никаким образом на него не могу повлиять, кроме, как мы уже разобрали, своего примера. Но я могу повлиять на своё решение, то есть на свою реакцию, то есть взять ответственность за своё отношение по отношению к этому человеку, его поступку и тому, какую эмоцию, какую реакцию я буду проявлять в этом отношении, в его адрес, ну или, в принципе, вообще. И вот смотрите, какая разница получается. Если я нахожусь в настоящем, то я чувствую ответственность. Если я проявляю ответственность, то я нахожусь в настоящем. А если я нахожусь в настоящем, то я соединён со Вселенной, я соединён с Творцом. И, следовательно, я действую, во-первых, в осознанности, а, во-вторых, высвобождаю огромный потенциал энергии для того, чтобы совершить это действие. Вот получается, какая огромная сила ответственности. То есть это не просто, скажем так, сказочка на тему того, что ну вот так вот правильно жить. Да нет, нам Творец ещё и даёт возможность того, чтобы не просто как-то культивировать те или иные качества, а ещё и приумножает наш потенциал и нашу силу, потому что огромное количество силы находится в настоящем. И тем самым воспитать вкус к тому, чтобы брать ответственность. Вот, оказывается, ещё одно важное положение и выигрышное положение — брать ответственность. Если человек берёт ответственность, вся Вселенная начинает способствовать тому, чтобы у него что-то в жизни получилось. Ну, в зависимости, опять же, от того, какой вектор он выбрал. Если он выбрал небольшой векторочек, ну и небольшое количество высвободится силы. Если у него масштабная, ну, скажем так, общечеловеческая идея какая-то, и ответственность он чувствует в своей жизни или в себе, в своём проявлении за общечеловеческие масштабы, то, соответственно, будет высвобождаться такой же потенциал силы для того, чтобы он свершил свою идею или достиг своей цели. Поэтому не бойтесь амбициозных целей, но важно понимать, что действуя последовательно, то есть, опять же, в благости, маленькими шагами, я буду приходить к чему? Я буду приходить к тому, что постепенно я прихожу поэтапно к своим целям, реализуя свои какие-то, достигая свои задачи, реализуя свой потенциал. Но из маленьких шагов состоит огромная дорога длиною в жизнь. Ну и подытожить я бы хотел нашу сегодняшнюю тему, подытожить хотел бы следующим. Первое, на что я могу обратить внимание, это то, что ответственность, хочу я этого или нет, но на мне лежит по моим ролям. И Солнце раскрывает это качество, Солнце раскрывает это качество в жизни каждого человека, ну, немножко более ярко в жизни того человека, на которого оно непосредственно влияет через дату, например, рождения, ну, или холмы, проявленные на руках и так далее. У каждого есть своя степень ответственности. Каждый может брать ту или иную ответственность. Мы рассмотрели позицию ролей, я верну предыдущий слайд. Эта позиция заключается в том, какую ответственность я беру за своё тело, то, какую ответственность я проявляю по отношению к своим родителям как ребёнок. То есть моя ответственность быть ребёнком а не кем-либо другим, то есть не путать свою роль. Та ответственность, насколько я являюсь учеником в ситуации познавания этого мира или там учителем, если уж ко мне обращаются. Ответственность за то, какая у меня предрасположенность относительно моего тела, то есть я иду по мужскому вектору либо по женскому вектору. Ответственность за своего супруга или супругу, если мы находимся в отношениях. И на самом-то деле есть, конечно, значение, но я думаю, что, опять же, слушатели Народного славянского радио более осознаны в этом отношении, чем, к сожалению, основная масса общества. Но тем не менее, та ответственность, как я в семье проявляюсь, ну и, соответственно, ответственность за то, что же я передам своему последующему поколению, потомству и какие принципы. То есть речь даже не о том, какие средства, да, будет ли там, например, квартира или там какая-то жилплощадь у моего ребёнка. Речь больше идёт о том, что я передам ему в качестве знания, какие качества я у него смогу воспитать, как я смогу адаптировать его для того, чтобы он смог проявляться в этом мире. И вот в этом я бы сказал, даже, наверное, больше ответственности должно быть, чем в том, что там, ну вот будет ему там какая-то квартира. Разумеется, мы должны позаботиться и об этих вещах, но то, какое мировоззрение я воспитаю у своего ребёнка и как он дальше понесёт это знание, какую, опять же, ответственность я ему привью. Это имеет очень большое значение в жизни, в принципе, каждого здравомыслящего человека. Также мы рассмотрели разницу, в чём заключается ответственность, когда я получаю знание или когда у меня этого знания нет. На это тоже я хочу обратить ваше внимание, потому что, к сожалению, встречаются, опять же, ситуации, когда человек огромное количество литературы читает или каких-то лекций, но он просто неуважительно относится к этому знанию, и, соответственно, Вселенная начинает создавать для него ситуации для того, чтобы он уже применял то, что он получил ранее. Но мы иногда входим во вкус того, чтобы просто учиться. И я не говорю, что есть что-то плохое в том, чтобы учиться. Учиться нужно всегда, как я считаю, и это бесконечный путь. Но учёба заключается ещё и в том, что я реализую, то есть как я применяю на практике эти знания. Ну и, соответственно, ответственность, она идёт от ответа, то есть от того, что я знаю. Если я уже знаю, что как-то нужно действовать, то мне нужно действовать, и в этом случае ошибки в моих действиях не будет, потому что я руководствуюсь знанием. А знания, как я уже упомянул ранее, это то, что убирает наши страдания. И, собственно, есть смысл к этому прикоснуться. Ну и, собственно, друзья, на этом я немножко подытожил, закончу. И мы, в принципе, можем перейти к вопросам, если таковые, конечно, имеются у сегодняшних слушателей. Благодарю вас за внимание. Хорошо. Хорошо. Конечно же, вопросы есть, и мы сейчас к ним перейдём после небольшой отбивочки. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в первой части эфира, а во второй части эфира уже переходим к зачитыванию вопросов и, в общем-то, слушаем, что нам отвечает автор-сказитель. Продолжение слушайте в следующей части.